Совсем недавно эта выставка проходила в Санкт-Петербурге. Сейчас она находится в Краевическом музее, в Музее природы. И у нас в гостях автор выставки «Линии жизни» Виктор Стасевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, почему «Линии жизни»? «Линии жизни» именно в множественном числе – линии. Эта идея у меня возникла в пустынях Монголии, когда сидишь на бархане, когда абсолютно никого нет, когда возникает ощущение невесомости, когда зависаешь в пространстве, то остаются звуки очень скупые и остаются линии. Пески, они невероятно удивительные, они образные, художественные. То есть здесь фантазия может играть от крайних точек какого-то внутреннего животного состояния человека до некого художественного, образного. Здесь вы можете увидеть определенный такой элемент эротичности, можете увидеть какой-то смысл. И особенно, когда пустыня сама по себе, она не стабильна, она очень многообразная, она начинается меняться. И пустыня утренняя – это одно, пустыня вечером – это другое. Беспощадная пустыня днем. Потом пустыня под вечер, когда начинаются зарождаться ветры, особенно в Монголии, они обязательно существуют. Там только очень короткие промежутки, тихо бывает. И вот раз я попал в именно, ну, не совсем это буря, но очень сильный ветер, на одном из самых высоких барханов. Именно тогда пришла идея именно в создании? Ну, уже до этого пришла, я уже начал в этом плане немножко работать, снимать. И поднялся ветер. И когда вы стоите, из бархана снимается флаг песка. Он ровный. И вы попадаете, ну, понимаете, вот вы подходите к стене, к стена перед вами. Это живой песок. Ветер поднимает бархан 330 метров высотой. Вот, реальная, абсолютная его высота. И ветер сдувает, и вы стоите перед этим. И вы вдруг понимаете, что вы та же самая песчинка, которая, вот они все, весь этот песок скапливается, сыпется. И вы делаете шаг, вы попадаете совершенно в другой мир. Делаете обратно шаг, вы обратно в другом мире. Это не опасно делать шаг через стену песочную? Нет, потому что песок, этот песок, стена песка, это ветер его надувает, и он стоит. Вот именно стоит. Вот это со стороны, если смотреть, то над барханом возникает такой флаг. Вот, флаг песка, когда ветер сильнее, сильнее. Чем сильнее ветер, тем дольше, длиннее флаг. Вот, и я тогда специально начал уже отснимать все эти пески и стал обращать уже внимание на линии, которые возникают, линии дорог, линии облаков. То есть это, можно сказать, такое линейное искусство, условно? Ну, скажем так. Линейное искусство, здесь его нельзя назвать. Искусствоведы в Санкт-Петербурге назвали это сюрреализм, абстракционизм. Даже такую фразу, одно из направлений было и фотографии в искусстве, отстраненная вещественность. Для меня это было несколько неожиданно. Ну, вот. Ну, а вы бы больше какое себе дали направление, так скажем, деятельности? Ну, вот вы знаете, в принципе, здесь от реализма до сюрреализма, абстракционизма именно вот такой вот диапазон. Да, пусть элемент отстраненной вещественности, оно есть по одной простой причине, что там люди не присутствуют. Там присутствуют элементы. Там, если что-то связано с человеком, то это минимальная. Маленькая фигурка, где вы ее сразу не разглядите. Или точка в виде какой-то машины, или еще что-то. Это, ну, я и пейзажи стараюсь делать вне человека. У меня есть еще направленность вообще по фотографии. Я много фотографирую людей. У меня есть в любой страну. А мне приходилось бывать практически на всех континентах. Ну, кроме Африки. Африку я только перелетал во многих городах. И у меня бывает в городах, я так себе делаю, так называемая охота за головами. Фотографируешь? Да, фотографирую людей. И вот в прошлом году у меня выставка была в том же Санкт-Петербурге. Лицезрение. Это придумал писатель Павел Курсанов. Что было на выставке? В основном лица, я так понимаю, если это лицезрение. Нет, это прошлая выставка. В этой выставке именно линии жизни. То есть здесь вообще живых существ нет? Здесь живые существа есть, потому что они тоже составляющие. Понимаете? Когда вы начинаете смотреть на линии песка, они очень хорошо угадываются. Дорога, она сама по себе уже линия. Когда дорог 200, 300, 20 или еще сколько. А такое бывает? Ну, автобанд в Монголии, это 20-30 дорог. Выбирая любую, это автобанд. Федеральная трасса. Ну, там, правда, есть сейчас уже и шоссейные дороги, но вот раньше вот так где-то было. Можно вас немножко прерывать? Мы продолжим наши разговоры после новостей. А мы продолжаем. И я напоминаю, что у нас в гостях автор выставки «Линии жизни» Виктор Стасевич. Ну что ж, продолжим наше общение. Хотелось бы сейчас затронуть то количество фотографий, которое есть на выставке. Сколько их? 175, достаточно много. И эта выставка у меня самая большая. Это практически из разных стран все фотографии идут? Да, это около 20 стран. То есть это Южная Америка, Индокитай, Европа, Япония. Ну, достаточно много тут перечислять долго. Единственное, просто хочу сказать, что есть, конечно, определенные места, которые меня сильно привлекают и буквально притягивают. Ну, это, во-первых, Монголия, Казахстан. То есть со своими удивительными такими абстрактными и внечеловеческими местами. То есть у нас на Алтае, у меня, друзья, ряд мест в Козылчине. Они называют Марс. Просто когда вы заходите, там просто красная глина и больше ничего. И голубое небо, что и отличается. Но если серое небо перед дождем, то это чистый Марс. То есть такого космического рода пейзажа. Да, да, есть. Это нельзя пейзажами называть, то, что сейчас я представил. Там есть пейзажные работы, но они акцентируются на облаках. То есть у меня выставка разделена на несколько блоков. То есть это блоки, которые связаны с облаками. Блоки связаны с песком, с камнем, с глиной, с линиями жизни и с тем, что производит человек. То есть у человека очень много. А есть ли какая-то фотография, вот самая энергетически наполненная, самая сильная, может быть, глубокая, на которую смотришь и сразу думаешь, в Монголии, все, прямо сейчас билет покупаю и на самолет. Вот вы знаете, ну, мне трудно об этом говорить, потому что люди очень разные. И я отметил для себя, например, такой факт, что одни люди воспринимают эту фотографию так, другие совершенно по-иному. То есть это очень трудно сказать об этом. Это еще раз нужно смотреть. То, что касается меня, то да, состояние в песках – это одно. Состояние в лесах Амазонки – это совершенно другое. Мало того, но в основном в Амазонке снимать какие-либо линии – это можно только попытаться окунуться в тот мир, который существует рядом с нами. То есть это, например, мир насекомых, мир мелких животных, типа лягушек или еще что-нибудь. Ну, крупный, понятно, в крупных вот тот же, того же Каймана, который я представил в фотографии, вы его даже не узнаете, что это крокодил. Потому что это фактура, много линий и небольшой глаз. Человек даже сразу его не увидит. Он когда увидит некое расплывчатое такое, морщинистое на фотографии, потом подходит. И когда он увидит этот глаз, он уже потом уже будет видеть уже, по сути дела, целого крокодила. Вот, причем когда… То есть, получается, зацепили несколько животных, все-таки есть у вас. Да, конечно, и там есть из макро, то есть там есть достаточно очень интересные животные такие, например, как жгутоногий паук. Это такое очень существо, такое абстрактное, какое-то марсиканское. Ну, в общем, если бы цапнул, то болезненный был укус достаточно сильно. Вообще, в лесах Амазонии снимать подобные кадры можно только ночью или где-то уже когда темнота наступает. Обязательно с помощником, потому что у меня фотоаппаратура, там уже идет макросъемка, там профессионально очень-очень много навешано всего. И ты, когда сосредоточиваешься на одном кадре, на мелкой лягушке, которая выскочила, и ее надо ослепить, нужен помощник. Нужен помощник, чтобы мне встать на землю, чтобы я не сел на какого-нибудь птицеяда, чтобы не зацепил какую-нибудь змею. Понимаете, здесь это в обязательном плане. То есть работаете в команде, получается, над снимками? Над снимками, да. Когда макро, вот особенно что-то есть опасное, там птицеяды или у нас вот там тарантулы или там сальпуги, то обязательно нужен помощник. Потому что животное может кинуться на объектив или еще что-нибудь. Иногда бывает выбор или сделать кадр, или тебя съедят. У меня вот был такой, когда я вышел. Это где? Это у меня на саянах было. Я вышел на медведя. Медведь меня еще не видел, но я его увидел первый. Это редко бывает, но просто так расположилось. Ветер, там запахи и так далее. И у меня было буквально там метров пять. Была, так сказать, такая дилемма. Или сфотографировать его. А потом я понял, камера сейчас щелкнет, он сразу на меня обратит внимание. Я стал потихоньку отходить назад. И когда он услышал шаги, он пошел на меня сразу же. Ну, хорошо. Все обошлось, я так понимаю. Ну, судя тем, что я сижу здесь, то это естественно. А просто я вышел немножко так из-за куста. Я ему махал руками. Говорю, парень, я вообще-то тут просто гуляю. Ты там гуляй сам. Все, мы друг друга не трогаем. Но ему было очень интересно посмотреть, что у меня внутри. И просто... Пообщались, пожали лапы и разошлись. Нет, нет, не дай бог. С этими вещами это может быть в каких-нибудь боевиках. Вы можете с медведем драться. Медведю достаточно вас только зацепить, хотя бы слегка. И вы уже все, никто. А было ли такое, чтобы вас вот кусали, например? Вот вы говорили о тарантулах, змеядах. Вот что-нибудь такое. Это есть в перуанских лесах такой муравей. Он называется муравей-пуля, а не жалящий муравей. Это вот такой муравей. Он меня, слава богу, не зацепил. Но достаточно неприятно. Но есть его родственники тоже жалящие, чуть-чуть поменьше. И вот я когда поднимался, откинулся назад и коснулся плечом старого трухлявого дерева, которое стояло. А на ней была как раз тропа этих муравьев. И штук 20-30 засыпалось мне под рубашку. Ах! Ощущение, скажу, что было такое очень веселое. Я станцевал все танцы, которые можно было такие очень динамичные. Все перуанские танцы. Перуанские танцы, да. По-перуански выражался. Правда, и русские это тоже понимали. Ну и потом пришлось там есть ряд мазей, которые я быстро использую. Там у меня китайские бутылочки всякие. Спасибо большое за беседу. А я напоминаю, что у нас был автор выставки «Линии жизни» Виктор Стасевич. Проходит она в Краевическом музее, музее природы. Приходите. Приходите. Буду рад вас видеть. И надеюсь на отзывы. Там будет книжка. Можете написать все. В том числе и в стиле перуанского танца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова